На исполнение кратчайшие сроки, но все поручения выполнены. Анатолий Пахомов прошел по Лазаревке уже привычным маршрутом. Начал от Центра национальных культур. Цветов заметно стало больше и жвачки на плитке меньше. Но работы еще много, особенно если пройтись вглубь района. Пока еще не все предприниматели поняли, что чистота вокруг магазина – залог успешного бизнеса. Это ваша территория. И надо это понимать, что на вашей территории все должно быть в идеальном, хорошем состоянии. Были замечания к владельцу рынка на улице Калараж, где торгуют в основном перекупщики, ведь цена за аренду для кубанских производителей высока. Мэр потребовал снизить стоимость арендного места, а также для создания атмосферы здоровой конкуренции организовать где-нибудь в центре поселка ярмарку «Привоз», которая будет работать по выходным. Кроме того, директору рынка необходимо привести его к нормам единого архитектурного облика, тем более, что проект уже разработан, и решить вопрос с парковкой. Стоянка должна быть у торгового объекта, если это рынок. Дорога вокруг, потому что подъехать надо. Нужна помощь. У нас тут начальник управления дорог есть, он вам дорожников даст, осметит. Заключите договоры, сделайте. Договорились? Сделайте парковку, где она у вас будет. Наверное, там дорогу заасфальтируете, разлинеете, чтобы у вас была парковка, потому что пришлю комиссию, посчитают, скажут, нет, рынок запрещаем, потому что нет парковки. Преобразования начались на площади перед кинотеатром «Восход». Ступени, ведущие к кинозалу, не видели ремонта много лет. В прошлый свой обход глава города дал поручение немедленно начать реконструкцию. Спустя неделю здесь уже кипит работа. За последние недели преобразился весь район, только цветов высажено более 7 тысяч. Клумбы появились даже в тех местах, где их никогда не было. Цветов высажено порядка 7 тысяч 300 штук. Это приоритетно на улице Колораж, на улице Победы, на набережной, на Янтарной, на улице Павлова. Конечно, очень кроны деревьев большие, в связи с этим тень, практически нет солнца, полутень. В полутени живут не все цветы, это очень ограниченное количество видов. И среди них самый, пожалуй, красивый цветок – это бальзамин. Большая клумба разбита на пересечении Лазарева и Глинки. Уже есть планы на осенние цветники. К октябрю большинство растений заменят на другие – виолы, цикламены, примулы. По словам специалистов, они в том числе хотели заразить предпринимателей идеей украшать территорию вокруг своих магазинов и кафе. Многие из них уже выразили желание, а озеленители будут им в этом помогать. Во время обхода глава поставил и новые задачи – в частности, оборудовать скейт-площадку. Сейчас для нее подбирается территория. За этот короткий период времени мы сделали большую работу. Те задачи, которые он ставил, где-то примерно 90% мы выполнили. Сегодня получили дополнительные задачи. Сроки у нас ограничены. Задачи были поставлены и по овощному рынку, и по организации скейт-парка. Сейчас мы начнем интенсивно подбирать это место. И многие другие направления. Конечно, работы еще у нас много. Также Анатолий Пахомов отметил, что необходимо в кратчайшие сроки оборудовать железнодорожную станцию для маломобильных групп населения. Тоже касается и улицы Лазарева, где нет съездов. Благоустройство района продолжается, как и регулярные обходы мэра. И в разгар сезона Лазаревка уже встретит гостей благоустроенной и ухоженной. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.